Весь православный мир отпраздновал Благовещение Пресвятой Богородицы, день, когда Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. Епископ Клинцовский Трубчевский Сергий совершил в этот день Божественную Литургию в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы города Унеча, для которой это был престольный праздник. Праздник Благовещения празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Это самое древнее торжество в честь Девы Марии. Его возникновение восходит к 4 веку. История христианского, как западного, так и восточного искусства, отражает то огромное значение, которое имеет этот день. Еще Иван Златоуст называл его первым праздником и корнем праздника. После Литургии по архиальным духовенствам во главе с Вадыкой Сергием был совершен молебен и крестный ход. После службы правящей архиерей по традиции на пороге храма выпустил на волю голубей. Вадыка Сергий своей проповеди прихожанам. Напомню, что даже если мы часто об этом забываем или не хотим вспоминать, но наша жизнь не заканчивается смертью. Когда оканчивается земная жизнь человеческая, то плоть, будучи землей, возвращается в землю, откуда был взят человек, а душа возвращается к Богу, который дал ее. И стало быть, люди не бессловесные животные. Смерти нет, и они не умирают никогда. Девя Мария о рождении Спасителя мира возвестил Архангел. Остальные люди об этом узнают от людей, от апостолов и от их учеников и преемников. Если человек не услышит от церкви, от христиан рассказ о Евангелии, он не узнает о Благой вести. А если не узнает, то и жизнь его не переменится, а не будет перемены в жизни человека. То в какую вечность войдет его вечная душа, если она пройдет мимо Христа, своего Спасителя? Нужно жить согласно учению Христову, заповедению Святой Церкви, быть послушными своей Небесной Матери и своему Небесному Отцу, слушать, в чем они нас назидают, и что они нам говорят через учение Церкви, через богодухновенные книги, они нас учат, как нам жить, как идти по пути за Христом, для того, чтобы войти в эти вечные Небесные Апитеры. В этот праздничный день совершилось еще одно важное событие в селе Красновичи у Неческого района. С 30-х годов прошлого столетия здесь перестало существовать единственное для жителей не только этого поселения, но и для близлежащих населенных пунктов, деревянная церковь Святого Николая. В богоборческие времена она была уничтожена. Впервые за всю историю нашего поселения к нам приехал Владыка, для того, чтобы осветить строительство храма трех святых – веры, надежды и любви. Все наше село очень радо этому событию, потому что церкви у нас не было с 30-х годов прошлого столетия. Житель Москвы Владимир Левый в память о своей матери, уроженке этого села, при помощи одной из брянских строительных фирм, начал работы по заведению церкви, которая планируется закончить к концу сентября. Владыка Сергий провел ученосвещение закладных камней будущего храма-часовни в присутствии духовенства Клинцовской епархии и жителей села. После церемонии были обсуждены вопросы строительства и сроки окончания всех основных работ. Продолжение следует...